Спрошу у вас следующее. Вот Доминику, помимо переводов, я не так часто, как хотелось бы, но слышу в озвучке. Да, бывает такое. Да, а вот Вардоктор, ты пока, по-моему, ещё не засветился, да? Ну да, ну я пробовал там фразу для неё писать, но я пока ещё даже полную, у кого-то русский, не написал для одного такого ролика. Опять же, мне один парень предлагал типа озвучить мои ролики, чтобы я там тоже часть ролей озвучил. Вот, и он часть ролей. Ну, кстати, там было ещё несколько женских лепестей, я вот тоже о ней попросил озвучить, но, к сожалению, тот парень, он как бы... Да-да-да, я понимаю, что-то такое началось и не закончилось, да? Да, и в итоге так никуда мы не продвинулись. Может быть, конечно, когда-нибудь он всё-таки доделает, но да, но что-то, если честно, веры в это немного. Я думаю, что когда-нибудь, наверное, надеюсь, что когда-нибудь какую-нибудь мою озвучку всё-таки услышит. Тем не менее, опыт в озвучке у тебя всё равно какой-никакой, но есть, да? Ну да. И вот из этого проистекает мой вопрос. Вы люди в двух лагерях, побывавшие в лагере и переводчиков, и озвучников. Расскажите о своих ощущениях от этих двух разных совершенно опытов. Я так понимаю, и ощущения разные. Да, определённо. Когда ты переводишь, тебя больше беспокоит то, как это выглядит в прочитанном виде. На самом деле, это очень сильно отличается от того, как выглядит в субтитрах на экране, то, что ты слышишь. И когда ты их пытаешься построить в нормальное приложение, которое нужно успеть прочитать за то время, пока субтитры на экране, это одно. Когда тебе нужно успеть передать экспрессию, сказать что-то, при том, чтобы это больше походило на живую речь. Потому что люди, когда говорят, они хмыкают, хихикают, удивляются, скрипят зубами. Это всё очень помогает при восприятии. Но, естественно, ты же не будешь показывать это в субтитрах. Это всё нужно уже добавлять по ходу, когда ты уже сидишь в наушниках, пишешь. Ну, вот лично для меня так. И я, на самом деле, понимаю, иногда претензии возникают под озвучкой, что вот, как вы могли, там, вот это вот совершенно не так переводится. Неужели вы не могли проконсультироваться заранее, там, и проверить, правильно ли у вас перевод. На самом деле, когда ты озвучиваешь, тебя больше ими беспокоит то, как ты звучишь, то, как ты укладываешь слова, то, как соотносится твоя слова с тем, что происходит в экране, тебя, на самом деле, меньше всего успокоит, правильно ли ты сделал перевод или нет. И вот это я понимаю. Раньше я тоже в австании взмущающихся. Но теперь, когда попробовала сама озвучить, я понимаю, что, когда озвучиваешь, это вообще ты уходишь в другую вселенную, тебя уже не улыбаешь конкретно текст, его правильность, его правильность, там всё построено. Тут бы успеть прочитать. Да, тут бы успеть прочитать, и причём хорошо, нормально, чтобы всё услышно было, и всё понятно. Да. Николай, я нахожу. Ну, в целом, как бы сказать, ну, субтитры в чём-то делать проще. То есть, когда ты субтитры делаешь, ну, во-первых, с самым процессом проще, ну, по крайней мере, как мне кажется. На-вторых, тебе не нужно волноваться о том, что у тебя сегодня голос как-то не так звучит, потому что ты болеешь. Ну да, это тоже. Ты просто набираешь текст, и вот. А там как бы нужно, ну, с одной стороны, смысл передать ей, чтобы и звучало правильно, там, опять же, попасть в тайминг, это тоже не самое простое дело иногда бывает. Ну, и, опять же, более, мне кажется, на сложном уровне требуется монтаж. Поэтому оба эти дела классные, но субтитры, они проще и в чём-то, и этим в чём-то приятнее, когда, ну, в плане создания. Хотя, конечно, я говорю, опа, дело лучше, и когда у тебя хорошо получается озвучка, это, конечно, ну, я думаю, больше творения доставляет. А следующее у меня будет к вам не столько вопрос, сколько просьба. Когда наше творческое объединение перешло от создания своего контента типа эфирников и видеокомикса к озвучкам, я заметил, что в комментариях люди, ну, и не только у нас, но и вообще, я так посмотрел, ну, много где, пишут спасибо за перевод, благодарят нас. Но мы всего лишь озвучники. И вот так же и ругают, что вот, что за перевод и прочее. А у меня к вам, как к переводчикам, большая просьба, сейчас у вас есть такой шанс. Скажите людям, которые нас слушают, что вы переводчики, а мы дайберы, мы просто озвучиваем то, что вы написали. Это повсеместное явление, я не знаю, наверное, как бы переводческая команда у людей ассоциируется как вот единый организм, такой многоголовый, многорукий, и вот что, вот вы как бы все и переводчики, и озвучаторы, и там, монтажеры, и все вместе, и вот вы во всем виноваты, если что, вас ругать, если что, вас благодарить. Как-то очень сложно разбираться, что на самом деле вот этот человек, он вообще не с вами работает, а он там с вами сотрудничает, он вам сделал там перевод и пошел дальше своей дорогой. Не многие читают описание под видео, не то, чтобы там кто перевел, кто это сделал. К сожалению, там тут есть такое. Да, поэтому я, конечно, могу сказать, дорогие зрители, слушатели, есть люди, которые переводят контент, есть люди, которые его озвучивают. Это разные люди. У них разные цели иногда, они в разное время этим занимаются, не обязательно по заказу, очень даже редко прям оба конкретно по заказу, и тот, кто озвучивает, и тот, кто переводит. Вот. И если вам несложно, благодарите, если вам понравился перевод переводчика, если вам понравилась озвучка, благодарите дайвера. Вот. Если вам несложно, будет очень приятно. Ну да, в общем, не путайте, это вам несложно. То есть, как бы, да, надо читать всегда описание и напрямую обращать. Ну вот с этим сложно, конечно. Очень редко кто читает описание, к сожалению. Ну, в принципе, я думаю, все же не так редкая ситуация, когда человек сам и переводит, и озвучивает. Вот, опять же, у тебя, Аня, часто бывает такое, что ты озвучиваешь свои переводы. Ну, не знаю. Ну, бывает. Я чаще встречаюсь именно с тем, что люди, которые занимают озвучку, им реально некогда переводить, они берут уже готовые переводы. У кого-нибудь уже готовые, или заказывают кому-нибудь. Сами только чисто вот озвучивают, и все. Ну, а чтобы вам, дорогие слушатели, было проще благодарить переводчиков, мы всегда в конце говорим, кто это перевел, а ссылочку на канал переводчика даем в описании. Конечно, ничего сложного переползти по ссылке и поставить лайк, или откомментировать за хорошую работу непосредственно виновника этой самой работы. Ну что ж, я думаю, наша беседа начинает потихонечку подходить к концу. В завершении последний контрольный вопрос, давненько я его не задавал. А чем же наши дорогие гости, Вардоктор и Доминика, вы занимаетесь вне сети? Кто вы? Чем вы живете, когда вы не переводите? Вы отец троих детей, заводчица Чау-Чау, или просто скромные люди, которые ходят на работу, а вечером занимаются своим любимым делом? Очень хотелось бы сказать, что я отец троих Чау-Чау, но, к сожалению, да, я именно тот скромный работник, который днем его вкалывает, а вечером, когда никто его не отрывает, и если его никто не отрывает, он, значит, садится и начинает стучать к клавиатуре, отблюкиваясь от вопросов, что это неужели не сиделось днем на работе. Ну, помимо этого, еще очень люблю путешествовать, люблю фотографировать свои путешествия. Вот, этим я отдыхаю и от работы, и от переводов, потому что на это время я вот это все вообще оставляю в стороне. Вот, ну, а помимо этого, еще очень люблю смотреть кино, чтобы, в общем-то, быть в курсе, особенно того, что я перевожу, если это относится к кино или сериалу, если относится к сериалу. Вот, и этим я обычно дополняю свой досуг. То время, которое остается, уже так, на всякие мелочи уходит, то, что больше, больше особо ничего не успеваешь. А Вардоктор? Я интересный агент. Да. Хотя, мало ли. Вообще, я тоже люблю и путешествовать, и играть, и смотреть кино. Правда, ведь бы не всегда почему-то получается попадать на все актуальные кинопремьеры. А на прощание, перед тем, как вас отпустить смотреть кино и заводить отцов троих чау-чау, обычно по традиции даю полную свободу действий своим гостям, чтобы они сказали нашим слушателям финальное слово, напутственное или просто в лирику ударились. В общем, это ваше время. Вещайте. Дорогие зрители, сейчас интернет уже не такой, как раньше. Он очень расширился, там появилось очень много разных возможностей. И я призываю во всех использователей изучать какие-то новые вещи, смотреть на ютубе ролики не только с котиками, а смотреть разные поучительные, интересные, познавательные ролики. Открывать для себя мир, если вы уж так любите сеть в интернете, во всех красках и во всей своей многогранности. И в том числе смотреть всякие иностранные вещи. И надеюсь, что я, с своей стороны, буду вас радовать переводами, чтобы те, кто не владеет языком, могли понимать это все и получать такое же удовольствие от этого, как и я. Ну, наверное, я тоже скажу, что, в общем, люди, стремитесь к самосовершенствованию, саморазвитию, изучайте языки, потому что это для вас устроит много нового и интересного. Обязательно смотрите наши каналы. И старайтесь быть добрее своим ближним возможностям. Любите ближних своих. Да. Ну что ж, я полностью присоединяюсь к пожеланиям своих гостей. И напоминаю, что в гостях у меня сегодня были два замечательных переводчика, War Doctor и Доминика. А на сегодня у нас все. Спасибо за внимание. С вами был Некрозор. Услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова